Привет, друзья мои, с вами Акер Механик. Кто следит за моим инстаграмом, наверняка обращали внимание, что я мою свой автомобиль сам. И никому этот процесс не доверяю. Не потому, что я люблю экономить деньги и так далее, а потому что я знаю, что мойка это очень даже, скажем так, непростая процедура. Я в свое время поработал и на мойке, и знаю, как правильно мыть автомобиль, и как его мыть неправильно. Поэтому хочу сегодня дать вам несколько советов. Если вы видите, что ваш автомобиль моют подобным образом, ни в коем случае больше этой мойкой не пользуйтесь. Также сейчас многие пользуются так называемыми услугами самомоек, поэтому расскажу, и это будет вам полезно, чтобы не навредить вашему автомобилю. В первую очередь, с чего мы начнем? Как вы знаете, все сейчас моют вот такой вот активной пеной. Она, как правило, является щелочным раствором. Так вот, концентрация щелочного раствора очень важна. А именно, если вы слабо его разводите, этот щелочной раствор на больше вам хватает концентрата, но слабее отмывает. И поэтому людей разводят так называемые обезжириватели, антибудрон и так далее и тому подобное. Имейте в виду. Но, если вы превышаете концентрацию щелочного раствора, то это очень вредно для лакокрасочного покрытия автомобиля, имейте в виду. Поэтому, если вы пользуетесь сами или разводите какой-то концентрат, то ни в коем случае не нужно делать, грубо говоря, погуще. Теперь, что касаемо мойки как таковой. Смотрите, как правило, все пользуются услугами различных промышленных автоматов типа Керхер. Да, но они разные бывают. Так вот, у Керхера есть сопло. То есть, оно есть различного давления. Так вот, при мойке, в первую очередь, соблюдайте несколько правил. Это самое первое. Никогда не мойте автомобиль под прямым углом. Все время мойте его под углом, это раз. И никогда не превышайте расстояние от сопла до лакокрасочного покрытия 30 сантиметров. Если вы будете ближе, а многие мойщики, чтобы отмыть какую-то там точку или еще что-то, приближают струю, то это просто-напросто повреждает лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. То есть, трескается лак. Вы это, кстати, не видите. Если вы сомневаетесь в этом, то попросите кого-нибудь направить струю из Керхера вам, например, на руку или на ногу. На руку не надо, повредите руку. Лучше на ногу. И вы почувствуете, какой силы напор из сопла. Что бы еще хотел отметить? Многие пользуются в процессе мойки и им рекомендуют, ребята на мойках, так называемые обезжириватели. Что это такое? Это либо керосин. Ну, керосином сейчас практически никто не пользует. Керосин очень негативно влияет на лакокрасочное покрытие. Имейте в виду, никогда им не пользуете. От него мутнеет лак. Не сразу, со временем. Ну, он на основе керосина, либо есть сейчас более качественное, но не дороже. Так вот, имейте в виду, если вы помыли автомобиль и обезжирили его, то после этого вам обязательно нужно нанести какое-то защитное покрытие. Типа воск, либо горячий воск, либо твердый воск, либо, может быть, полирнуть автомобиль. Иначе ваш автомобиль будет загрязняться в два раза быстрее. Да, 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 именно в виду. Сейчас многие мойщики поржут и скажут, зараза, открыл нашу тайну. Автомобиль, который помылся с обезжиривателем и не нанес защитное покрытие, приедет на мойку в два раза быстрее. Потому что вся грязь, чача и так далее гораздо быстрее прилипает к обезжиренному автомобилю. Имейте в виду. Также, что хотел отметить, во время мойки всегда начинайте мытье автомобиля, если вы моете сами, как правило, с лобового стекла и опускаетесь ниже. То же самое боковые части автомобиля. Вы моете сначала стекла под углом, а потом смываете всю грязь вниз, загоняя ее под днище. Только потом моете диски. Зачем это нужно? Потому что качественная химия, ее процесс, она как бы стягивает жирную и грязную пленку вместе с грязью с кузова. И когда вы ее смываете, вот этот процесс, вы ее сгоняете как бы вниз. Поэтому нужно все это делать вниз. Также не нужно очень долго ждать, пока вы... Но в то же время и сразу смывать активную пену, когда вы ее нанесли. Вообще, хочу вам сказать из опыта. Я в свое время перемыл очень много различных автомобилей. И больших, и маленьких, и поменьше. Хочу сказать, чтобы нормально, нормально, еще раз повторюсь, качественно вымыть автомобиль, нужно как минимум два раза нанести активную пену. Сбить, нанести пену, проверить, нужен ли обезжириватель. Потом воспользоваться обезжиривателем. Какие-то особо загрязненные участки аккуратненько сбиваются после разъедания его обезжиривателем. После этого опять наносится активная пена. И только после этого автомобиль финишно намывается. И последний момент. По поводу сушки. Многие считают, что это как бы вредно. Лучше автомобиль не сушить. В летний период в какой-то мере, может быть, соглашусь. То есть особо насухо натирать автомобиль не нужно. Главное продуть, чтобы не было каких-то разводов. Особенно если это темный автомобиль. Если все касаемо в зимний период, то есть вы сталкиваетесь с двумя противоположными реакциями. Если вы не сушите автомобиль, у вас все замерзает. А вы сталкиваетесь с замерзанием окон, дверей, различных резинок. То есть от этого автомобилю плохо. Поэтому, конечно же, автомобиль лучше высушивать. Ну вот такие вот советы у меня в принципе скопились для вас. Если было полезно, подписывайтесь на канал. Заходите на мой инстаграм. С вами был Акер Механик. Всем спасибо и пока.